виолета у меня было несколько отношений которые заканчивались расставанием это мои кармические узлы у меня была женщина такая и звали неважно ли на пусть так и она обратилась ко мне с таким вопросом она говорит мне андрей андреевич я только начинаю встречаться а у нее одна из заморочек была она худая очень была такая кучерявая кориглаза очень красивая кстати девушка нравилось мне ну я был не в ее вкусе и потом уже мне было это неинтересно и когда мы работали вместе были друзьями и она говорит мне андрей андреевич а я был ее начальником она говорит мне андрей андреевич я только начну встречаться поживем там один там полгода 7 месяцев и расстаемся только начинаю встречаться поживем полтора-два года там месяцев и расстаемся в чем проблема и вот она сидит разговаривает со мной а изо рта у нее такой запах хотелось прямо кастрюлю ногу разрезанная свинья и ее кишки фекалии лучше пахнут это было прямо я не знаю это прямо как знаете ужас ужнецкий я говорю лина вы знаете мне неудобно вам это говорить но у вас из арт изо рта нереально плохо пахнет вот и я это замечаю мы вот с вами работаем полтора года и я все время это замечаю у вас нереально плохо пахнет у меня зубы хорошие у вас видимо изофагиальный рефлюкс я понимаю что это такое почему очень часто женщины начинают худеть на этом фоне желудок перестает функционировать хорошо появляется пониженная кислотность моторика желудка останавливается появляется запоры и появляется жуткий изофагиальный рефлюкс особенно в ночное время это синдром худых и красивых женщин которые худеют не через порта худеет пассивно у таких женщин очень часто нереально пахнет изо рта а еще худеющие женщины теряют либидо потому что тестостерон не вырабатывается худеющая женщина очень плох плохо пахнет сорта а еще сидячий образ жизни и появляется такой вот вагинизм можно сказать когда женщины теряется и либидо и желание и потом с мужчиной начинает жить но первые встречи обнялись поцеловались он думает там потерплю поцелую пока воняет и тогда а потом же начинается жизни от нее воняет и воняет от нее она секса не хочет от нее воняет и после этого он думает зачем мне такая красота нужна озабочена только похудением претензии имеет большие мужчина смотрит на такую женщину и думает почему не удобно и не очень приятно при выборе женщины иметь женщину которая есть вот такие изъяны да а мужчин так и мужчины но мужчины просто меньше худеют но мужчины могут выпивать там еще что-то но это тоже надо это тоже как бы подразумевать попросите близких чтобы спросить спросите не пахнет ли от вас перестаньте худеть а проверьтесь нет ли у вас там пониженной кислотности вообще у всех женщин есть большинстве сом если у вас есть запор поставьте тире напишите пониженная кислотность и эзофагиальный рефлюкс и сто процентов по ночам когда вы хотите кушать от вас очень нехорошо пахнет это одна из особенностей можно ли жить с такими женщинами а вы знаете это называется галитоз и по сведениям особенно сексологов это является чуть ли не семью десятью процентами разводов мужчин и женщин плохой запах от тела плохой запах от половых органов плохой запах изо рта три элемента запахов очень часто является основой того что мужчина и женщина перестают друг с другом жить вам сильно нравится когда от мужчины или женщины сильно плохо пахнет не нравится ну вот а вы кармические узлы какие кармические узлы не кармические просто состояние здоровья повышайте кислотность принимайте там бетаин и гидрохлорид следите за тем чтобы запоров не было обратитесь к за к гастроэнтерологу проверьте все еще у меня была такая ситуация одна девочка она говорит да у меня все хорошо кстати тоже от нее пахло я говорю ей олею звали говорю оля пройдите курс лечение от гельминтов берете стакан зеленого чая завариваете 1 чайная ложка зеленого чая на стакан воды и добавляйте туда 33 столовых ложки одну столовую ложку сахара и одну столовую ложку коньяка и выпиваете это перед сном через 20-30 минут выпиваете одну столовую ложку касторового масла и после этого делаете так три или четыре дня на следующий день может быть плохо как ни странно это является одним из лучших способов выведения глистов кстати есть препарат альбиндозол можно одну таблетку альбиндозола вместо вот этого всего но я могу сказать что когда-то проводил такой семинар и говорил принимайте такой чай зеленый и с касторовым маслом и тогда проводил тоже такой социальный эксперимент все женщины которые там находились тогда во время этого курса это проводил ступени их всех помню все до одной после этого кто про кто провел вот такую чистку все по выходили замуж